Привет, друзья! Сегодня на канале ТОП-10, пускай не новых, но актуальных игр для офигенного времяпрепровождения. Мы заглянем в прошлое и рассмотрим самые крутые игры, которые актуальны и по сей день. И если вы ними заинтересуетесь, ссылка в описании. Ванквиш – популярный на весь мир экшен, который собрал огромное количество положительных отзывов со стороны геймеров. Здесь тебе предстоит стать самым настоящим, могущественным и бесстрашным бойцом, который отправляется в будущее для завоевания и восстановления справедливости. Главная твоя цель заключается в том, что ты должен предпринять любые действия, чтобы сразить всех сторонников могущественной корпорации, уничтожающих мир. Сюжетная линия просто доверху набита неожиданными поворотами и интересными событиями, которые способны захватить дух. Кроме того, здесь имеется универсальная система статического расчета. Именно данная система позволит тебе узнать учет каждого совершенного действия и принятого решения. Тебе потребуется стать достойным бойцом, пройти через ряд опасностей и одолеть огромное количество препятствий. На пути у тебя будет возникать толпы соперников, каждый из которых захочет лишить тебя жизни. Поэтому будь внимательным и сделай запас оружия. Старайся всячески модифицировать и усовершенствовать главного персонажа, ведь чем дальше он будет пробираться к своей цели, тем сильнее соперники ему будут попадаться. Байонета. Игровой проект, который отправит тебя в невероятный мир приключений, где тебе предстоит стать настоящей соблазнительной ведьмой по имени Байонеточка. Наша ведьма является единственной, кто сумел выжить в жуткой ситуации из всего ее клана. Данный проект показывает все прелести популярного в наше время жанра экшен. История поведает нам о том, что когда-то на планете обрел свое существование могущественный клан ведьм, который чудесным образом мог сохранить баланс между светом и тьмой. Огромная достойная семья погибла, в живых осталась лишь одна из рода ведьм. Это наша главная героиня, роль которой тебе и предстоит сыграть. Ты попадаешь в очень опасный и запутанный мир, где тебя ждет масса тяжело решаемых задач и множество вопросов, ответы на которые не так уж просто отыскать. В твоем арсенале будет масса мощнейшего оружия, которое ты смело станешь применять против всех своих соперников. Sunset Overdrive. Игра в жанре шутер, где тебе предстоит отправиться в трехмерное пространство, чтобы покорить открытый для покорения мир. Сюжетное линия отправит тебя в некий город, существующий в будущем, а именно в 2027 году. Все дело в том, что мир покрылся мраком, так как попал под влияние могучной корпорации, способной в два счета его разрушить. Данная корпорация с недавнего времени начала выпускать свой новый продукт, представленный в виде мощного энергетического напитка. Ты сыграешь роль работника обслуживающего персонала, который после бурной вечеринки на этой самой корпорации отправляется на уборку помещения. Вечеринка была посвящена началу продаж открытого энергетика. Тех, кто успел употребить данный напиток, оказалось огромное количество, а самое страшное заключается в том, что он имеет побочные эффекты. Эти эффекты мутируют в человеческий организм, превращая их в настоящих ходячих монстров, не обладающих жалостью. Своей главной задачей является то, чтобы найти выход из этого злополучного места и при этом постараться сохранить собственную жизнь. Игра является владельцем прекрасного открытого мира, который ты теперь будешь покорять, чтобы разобраться в ситуации и выжить в жестоких условиях. Singularity. Проект, который является представителем жанра научно-фантастического шутера, где также присутствуют элементы хоррора. Все действия здесь будут происходить с видом от первого лица, что позволит тебе глубже окунуться во всю суть происходящего. Здесь тебе предстоит сыграть роль самого настоящего капитана, который отправляется на завоевание в послевоенный мир. После того, как власти закончили войну, вспыхнула эпидемия, которая стала разноситься по миру с огромной скоростью, сражая миллионы жизней на своем пути, а затем превращая их в жутких созданий. Ты будешь находиться в специальной группе солдат, которые должны выявить причину зарождения эпидемии, а затем попытаться всеми силами устранить ее. Ты будешь сражаться с врагами, уничтожая все препятствия на своем пути, а также у тебя будет возможность руководить временем. Просто у тебя в наличии будет основное оружие, которое и даст тебе возможность преобразовывать тот или иной период времени. Bully Storm Full Clip Edition. Фантастическая игра в жанре приключений, которая поведает тебе интересную историю. Ты будешь играть в роли бывшего элитного киллера по имени Гейсон Хант. И ты отправляешься на своем корабле покорять мировые просторы космоса. Но что-то пошло не так, и твое судно терпит крушение на неизведанной вражеской планете. Теперь тебе необходимо принять определенное решение, идти на все ради восстановления справедливости и отмещения, либо просто выбрать свое спасение. Играя в одиночном режиме, ты постоянно будешь зарабатывать очки опыта, тем самым усовершенствуя своего героя. Поучаствуй в 30 довольно сложных испытаниях и пройди 12 мультиплеерных этапов разного уровня сложности. Динамика игрового процесса, неплохая графическая реализация, захватывающая история и многообразие возможностей. Все это подготовил для тебя проект под названием Bully Storm Full Clip Edition. Алиса Madness Returns Проект в стиле аркады, который отправляет тебя в трехмерный мир и столкнет с жизнью главной героини, по истории которой ты и пройдешься. Дело в том, что сюжет начинается с гибели родителей маленькой девочки Алисы, с которой мы познакомимся спустя 11 лет после трагедии. Алиса получила очень сильные ожоги, которые повлияли не только на ее внешний вид, но и на разум. В следствии череды неблагоприятных событий героиня оказывается в психиатрической лечебнице, чтобы как можно быстрее избавиться от демонов, которые поселились в ее голове и душе. Тебе предстоит отправиться на исследование, чтобы выяснить причину возникновения такого рода страхов. Ты поучаствуешь в напряженных схватках, которые будут проходить с видом от третьего лица, где тебе предстоит столкнуться с опасными созданиями, сокрушая их с помощью разнообразного арсенала орудий убийства. Отправляйся в путешествие по огромной стране чудес, где ты будешь бороться со своими страхами и исследовать территорию в поисках ответов на мучащие тебя вопросы. Prey не новый экшен, который перенесет тебя в гущу динамично развивающихся событий. Ты будешь играть роль главного героя, одного из участников эксперимента, который обязан полностью изменить человечество. Под изменением подразумевается усовершенствование расы в лучшую сторону. Твой главный герой будет находиться на борту космического корабля, который кружит по лунной орбите. Спустя время ты сможешь обнаружить, что станция была захвачена инопланетными созданиями. Теперь тебе предстоит выживать в жестоких условиях и вести постоянное сопротивление с противниками. Отправляйся на исследование станции, где ты будешь находить всевозможные полезные предметы. Кроме того, тебе необходимо действовать быстро и тихо, чтобы не попасть в ловушку. Child of Light. Игра в стиле RPG, где тебе предстоит отправиться в потрясающий мир, состоящий из интересных и в некоторой степени жутких сказок. Ты отправишься в необыкновенный мир Лемурии, который будешь тщательно исследовать, постепенно заводя знакомство с его жителями. Каждое новое знакомство будет так или иначе влиять на твое дальнейшее прохождение, поэтому старайся быть максимально внимательным, ведь враги не дремлют и сделают все, чтобы ты не достиг главной цели. На своем пути ты будешь встречать жутких сказочных существ, расправиться с которыми не так уж и просто, как покажется на первый взгляд. Что касается сюжета, то он подготовил для тебя массу загадок и испытаний. Все дело в том, что Королева Ночи обладает коварством и спланировала украсть из Королевства Солнце, Луну и Звезды, что у нее замечательно получилось. Вследствие таких деяний, весь мир, куда тебе предстоит попасть, покрылся мрачной пеленой и только тебе под силу его спасти. Ты отправишься на поиски трех элементов, которые и являются источниками света, чтобы спасти этот сказочный мир. Сома. Хоррор. Игра в потрясающем исполнении, которая на протяжении всего прохождения будет держать игрока в напряжении. Данный проект был изобретен в жанре научно-фантастического ужастика и наделен уникальным сюжетом, а также довольно пугающей атмосферой. Здесь тебе предстоит ответить на многочисленные вопросы, в том числе, что такое сознание, личность и человек в целом. Ты отправишься вместе с главным героем на довольно масштабную подводную станцию, где и начнутся твои страшные приключения, от которых постоянно будет бросать дрожь. Тебе необходимо сделать все, чтобы выяснить, откуда взялся весь этот хаос и ужас на станции. Ты не знаешь, один ты здесь или кроме тебя есть кто-то еще? Кто же виновен в том, что здесь происходит и как решить эту жуткую проблему? На все эти вопросы вы и попытаетесь ответить. Dead Rising 4. Четвертая часть игрового проекта, который захватывает дух любого игрока и разработан в жанре экшена, где тебе предстоит отправиться в альтернативное будущее. Все дело в том, что мир, куда ты попадаешь, пережил апокалипсис, вследствие чего появилась масса проблем для человечества. Ты снова сыграешь роль уже полюбившегося главного героя, который затмил своей персоной самых колоритных персонажей. Перед ним может возникнуть целая толпа зомби, и он всегда сможет найти выход из ситуации, сокрушив всех до последнего, имея обычную биту в руках. Твоему герою отныне доступен персональный костюм в виде экзоскелета, который поможет ему в сопротивлении даже самыми могущественными боссами. Теперь ты сможешь разрушать самые крепкие стены и вырывать из земли столбы. Кроме всего прочего, у тебя теперь не будет ограничения по времени, что позволит тебе расправляться с соперниками так, как ты этого пожелаешь. Очередное мое видео подходит к концу, и надеюсь, что вы нашли для себя что-то интересное и захватывающее. Поделитесь в комментариях своими впечатлениями от игр, которые я рассмотрел в этом видео. И не забывайте подписываться на канал, чтобы всегда быть в курсе самых актуальных игровых новинок. До новых встреч и всего хорошего! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова